И теперь три раунда за три минуты, К1-рюлл, 70 килограмм весной дивизионы. Дорогие и господи, представим сейчас, файтинг, аутерблюкорнер, репрезентный Марокко, Мохаммед, реал файтинг, Камаль! Мохаммед Камаль, Марокко будет биться, он с представителем Таиланда, Сит Чай, Сит Сонг Пинонгом, мы будем называть Сит Чай. Да, действительно, правильно говорит Камаль, был у него двухлетний простой, последний поединок он провел до этого, 27 мая 2012 года, заявлял о завершении своей карьеры, но все-таки передумал. 23 года ему, 172 сантиметра его рост. В свое время побеждал он уже упомянутого нами Артура Кишенко. Это уже одна эта победа говорит об уроне бойца. Смотрите мой поединок, это мое возвращение после двухлетнего перерыва. Я обещаю хороший бой. И говорил в свое время Камаль, что готов он вернуться под знаменами лучшей организации мира. Имею эту легенду. Очень интересно посмотреть будет Мохаммеда. Посмотрим, в какой он форме. Его поединок с Майком Замбидисом, все это помнят прекрасно, признан. Один из самых зрелищных поединков Кей-1. Бой продлился три раунда. Судьи дали ничью и дополнительный в четвертом раунде победу все-таки одержал по очкам Майк Замбидис. Но по очереди падали периодически эти бойцы, работая в очень высоком темпе все четыре раунда. Очень зрелищный боец. Ну и также интересная работа, отдыхая, можно сказать, в Марокко. Мне посчастливилось поработать в паре с Мухаммедом Камалем. И какие ощущения? Ну, очень интересный боец, очень приветливый боец. И ощущение очень приятное, что все-таки получилось у меня нанести хайки в голову Мухаммеду Камалем. Он не ожидал сам, но это было все в тренировочном процессе. Но боец очень и очень серьезный. С 11 лет дерется с дичаем. И уже за это время провел, как он говорит, около ста боев. Ну, на самом деле за 120 у него уже в карьере. Сейчас тренируется он в Бангкоке, в клубе Elite Fight. И не видел он в деле своего оппонента. Но успел заметить, я не видел его вживую, что это хороший ударник, опасный боец. И буду искать возможность для контратаки, говорит представитель Таиланда. Ильяр, насколько мастерам из Таиланда, которые привыкли к технике муай-тай, легко адаптировать себя под правила К1? Я думаю, в последнее время достаточно легко они это делают. Мы видим это в боях. И много работы проходит все-таки с иностранными легионерами. Очень много иностранцев работает, серьезных бойцов. Кей-1 работает в Таиланде. И многие также серьезные бойцы тайского бокса работают в парах с ними. И уже адаптировались к Кей-1. Это мы уже наблюдаем. И очень много бойцов из Таиланда уже неплохо себя чувствуют. Где нельзя работать локтями и коленями, как они привыкли. Но посмотрим. Сидичай очень серьезный соперник для Мухаммеда Камаля. Тем более Мухаммед Камаль имел большой перерыв. В это время, пока он отдыхал, можно сказать, Сидичай проводил и проводил кучу поединков. Мы видим, за 100 боев он провел. Набитый, можно сказать, такой боец. Но я думаю, преимущество Мухаммеда Камаля должно быть в первую очередь эта работа руками. Ильдар, как так получается у бойцов кикбоксинга? 22 года Сидичая, 174 см его рост. Кстати, 22 года провести уже за 100 поединков. Это неудивительно. Они с детства работают. Начиная с 8-10 лет они проводят кучу поединков. И это все считается. Вот именно, можно сказать, профессиональных поединков. Так что неудивительно, если в следующий раз какой-нибудь появится боец из Таиланда, который будет проводить свой 250-й поединок или 300-й. И такие тоже бывают. Так что 100 поединков это еще не предел. Это тайский бокс. Они живут этим. Это национальный их вид спорта. Главное, если боец не попадал в серьезные нокдауны, нокауты, то тогда его уровень падает. Но я думаю, Сидичай, работая вот на таком уровне, то, что работает с Мухаммедом Камалем, он готов. Готов к таким поединкам серьезным. В целом, можно даже и про европейских бойцов говорить, что они очень много поединков успевают провести за свою карьеру. И, в общем, как-то они довольно спокойно порой относятся к поражениям. Как будто бы такое ощущение складывается. Но проиграл, иду дальше, ничего такого не произошло. В отличие от бокса, в отличие от смешанных единоборств, в кикбоксинге такое создается порой впечатление, что количество превалирует над качеством. Ну, взять Джабара Скерва, который сегодня будет работать в супербою. Тот же боец провел за 100 с большим уже поединков. И работал с самыми сильными бойцами планеты. Многим проигрывал. Я считаю, в первую очередь, это большой-большой опыт, работая серьезным бойцом. И проиграв ему, на этом фоне боец все-таки вырастает. И опять же взять пример Джабара Скерва. Если учесть, что Джабар Скерва провел вот такое огромное количество боев. Ну, я скажу, немало боев он проиграл. Но досрочно проиграл только один раз за свою карьеру у Джабара Скерва. Это в начальных боях в гран-при Кейван Джорджу Петросяну он проиграл в третьем раунде ударом в печень. Ни разу не был в нокауте Джабара Скерва, пропустив удар в голову. Так что все зависит, как ты проводишь поединки, как ты проигрываешь. И если проигрывать, как проиграл Джабар Скерва, я думаю, эти поражения ему шли как победа. Сичай, кстати, проигрывал другому участнику сегодняшнего турнира Энрико Гагохи о своей карьере. В более открытой стойке работает Камаль. В то время как Ситичаев такой классической техники тайского бокса порой создается впечатление, что даже не смотрит он на соперника, просто идет вперед как-то в своих мыслях. На автомате, да, на автомате такая работа. Я думаю, очень хорошо подготовлен к этому поединку тайский боец. Мы видим, неплохо работает ногами. Но и Мухаммед Камаль периодически кидает хоккейки в голову. Аперкот неплохой был правой рукой. Великолепная техника и комбинация Мухаммеда. Начало есть. Он пытается, марокканец, навязать бой на ближней дистанции. Ему это более выгодно, исходя из тех моментов, которые показали бойцы. А представитель Таиланда держит наоборот на дистанции, работает ногами по верхнему уровню. Ну и какая высокая скорость в первом раунде. Ну полностью переигрывает Мухаммед Камаль работу руками. Да, разнообразная техника у него. Он и прямые, и боковые, и снизу бьет охотно. И вот боковой сейчас неплохой у него прошел. Ну отвечает ударами в голову, ногами. С отвечая, и получается у нее неплохо. Больше надо работать тайскому бойцу все-таки ударами ног с ног. Не пускать такого опасного оппонента, как Мухаммед Камаль, ближе. Ну что, и попадает еще и с рук тайский боксор. Достаточно плотный поединок мы наблюдаем с переменным преимуществом. Перехватывает преимущество Сити Чаи. Несколько раз у него уже проходил левый боковой. И в голову пропускает Камаль раз за разом эти удары. Но не хватает Мухаммеду все-таки той практики бойцовской. Два года это большой перерыв. Да, особенно для кикбоксинга, где с очень большой периодичностью ведущие бойцы проходят в ринг. Жесткий удар наносит с ног все-таки Сити Чаи. Вкладывается, но и пытается уже и руками наносить. Я думаю, попал. А Камаль поплыл, такое ощущение. Где-то он пропустил и расклеилась у него защита. Левой рукой, очень уверенно, представитель Таиланда работает. Неожиданно, считаешь ли, да? Перехватил. Я имею в виду, неожиданно перехватил инициативу. Так можно сказать, пропуская удары с рук от Мухаммеда Камаля. И в каком-то плане, как будто бы немного и плыл Сити Чаи. Но в какой-то период начал носить удары, и его удары начали достигать цели. Мы увидели, как Кулу Кик под заднюю ногу выдержал представитель Таиланда. Не упал, устоял. Начал нащупывать Брешево в обороне марокканца. Левой рукой мне очень понравилось, как работал представитель Таиланда в этом раунде. Также меняет периодические стойки Сити Чаи, как и Алим Набиев. Но вот в отличие от Набиева, когда во втором раунде его поединка с Петросяном очень было видно, как он пытался вкладываться в удары, у представителя Таиланда получается скрывать эти мощные выпады. Он односторонне их наносит, и они проходят. Именно вот так, да. Ну что, второй раунд. Камаль вновь ищет счастье в ударах руками. Получается у него прижать Сити Чаи. Ухамед Камаль настоящий боец, настоящий воин и будет всегда работать до последнего. Очень зрелищный, интересный боец. И я думаю, будет работать до тех пор, пока не упадет. Если даже и будет пропускать такие серьезные удары. Как только Камаль начинает взвинчивать темп, получается у него пробивать представителя Таиланда. Но когда немножко падает скорость, то тут уже Сити Чаи выходит на аванс-сцену, и он наносит больше ударов, больше точных ударов. Так что счастье Камале здесь должно быть только в высоком темпе. Очень такой открытый поединок, зрелищный поединок мы наблюдаем. Ну и что говорить, то, что... Глеб, то, что задавал ты мне вопрос по тайским боксерам, бойцам, которые работают все-таки по правилам тайского бокса, им неудобно работать по правилам Кей-1. Мы видим, что Сити Чаи очень великолепно работает по правилам Кей-1. В кинематографичной даже несколько манере работает на втором раунде. Было у него попадание левым прямым. Не пытается зажать своего оппонента, захватить шею, как многие тайские бойцы это делают. И работает с дистанцией, именно очень сильно вкладываясь в удары. Достаточно интересный поединок мы наблюдаем. Открытый. В область печени пытается пробить миддл-киком Таец. Он, видимо, пока не пробил, потому что Камаль продолжает сопротивление. Но все сложнее и сложнее ему приходится. Пропускает много ударов. И крепче смотрится Сити Чаи. Удар, а вообще доводилось видеть плохо подготовленных физически представителей Таиланда? Более технически плохо подготовленных приходилось видеть. Именно технически в плане ударами с рук. Но в данный момент мы видим великолепную технику тайского бойца. Ну что ж, сейчас получит, я думаю, замечание, вероятно. Желтую карточку показывает, да? Тайский боец. Непонятно почему. Вероятно, захватил. Захватил он голову. Да, судя по движению рефери. Да, перед тем, как нанести удар с колена. Это плюс, большой плюс Мухаммеду Камалю. Я думаю, благодаря этому второй раунд остается за Мухаммедом Камалем. 1-1. И опять, как и в предыдущем бою, в первом бою, где работал Армен Петросян и Алим Набиев, решающий будет все-таки третий раунд. Но здесь все же не столько Камаль перехватил инициативу, сколько предупреждение. Предупреждение, конечно. Сказывается. Потому что, что касается непосредственно спортивной составляющей, то боец из Таиланда явно жестче и интереснее выглядит. Великолепное исполнение удара с коленом. Влетал прям коленом. Попал, как мы видим, повторе коленом сидит Чаева в обувь корпуса. Навстречу, в район печени. Чуть выше, наверное, пришелся удар. И не просто Мухаммеду Камалю приходится именно в данном, можно сказать, дебютном после такого перерыва поединке. И сейчас, если повторится рисунок предыдущих двух раундов, то Амраканец попробует ударными комбинациями руками поработать в начале. И насколько хватит ему сил на остаток раунда. Попадает правый прямой. Нельзя захватывать ни в коем случае. Это Кей-1. Да, бодренькие комбинации руками в исполнении Камаля. Но сил все меньше и меньше. Это очевидно. И вот он пропустил двойку в исполнении Сити-Чаи. Сити-Чаи понимает, что третий раунд это основной раунд именно в этом поединке. И, можно сказать, в данный момент и во всей его карьере. Это один из самых опасных бойцов, с кем приходилось встречаться от Сити-Чаи. И он будет делать для этого все, чтобы победить. Больше свежести, конечно, у азиатского бойца сейчас двигается он получше. Но, правда, в третьем раунде не так много результативных атак он выбросил. А Мухаммеду Камалю надо идти вперед. Неплохо Камаль смотрится в третьем раунде. Даже получше, я бы сказал, чем Сити-Чаи. На данный момент, по крайней мере. Остается чуть больше полторы минуты до окончания третьего раунда. И посмотрим. Равный бой. Любят тайцы наносить удары левой ногой. И очень много ударов наносит левой ногой в область печени, в область корпуса. Боец из Таиланда. Но он работает в стойке левши, поэтому ему удобней. Опять захватил, сразу отпустил голову. Вспомнил, что нельзя держать голову. Последняя минута пошла до окончания третьего раунда. Попадает Сити-Чаи. Немного остановился Мухаммед Камаль. Вероятно, пропустил серьезный удар. В корпус, конечно, много выбрасывает Таец. Ударов это сбивает темпо-ритм Камаля. Тяжело ему дышать. Изначально, видимо, он был готов не идеально физически. А тут еще такое сопротивление. Целенаправленная работа против выносливости марокканца. Но в третьем раунде он достойно выглядит, тем не менее. Пахнет дополнительным экстра-раундом. Попадает Мухаммед Камаль. Ну что? Сити-Чаи уверен в победе. Камаль, видимо, рад просто тому, что удалось достойно провести три раунда. Хотя, учитывая предупреждение, наверное, да, действительно... Да, если бы не предупреждение, которое получил во втором раунде Сити-Чаи, я думаю, что он победил в этом бою. Но это предупреждение может все-таки вывести на ничью этот поединок. И появится у Мухаммеда Камаля шанс все-таки отработать и попытаться победить в экстра-раунде. Ну, посмотрим. Ну, вызывают почетных гостей уже для награждения. Так что, видимо, есть судейский вердикт. Сити-Чаи Сити-Чаи побеждает в этом поединке, я думаю, заслуженная победа тайского кикбоксера. Поинтереснее он. Выглядел посвежее, можно в первую очередь сказать. Ну, и достойно смотрелся Мухаммед Камаль после двухлетнего перерыва. Хороший зрелищный поединок выдался. Гага-Драга Арутюнян награждает. Бойцов. Гага-Драга тоже часто и гость, который часто приезжает в Москву, проводит семинары. И с ним мне приходилось поработать в паре. Гений настоящий кикбоксинга, но, к сожалению, пик его остался... Давно-давно позади. Далеко позади, да. Идар, а вот в какой момент можно было почувствовать, на твой тренерский взгляд, что, ну, уже уходит то, что было присуще Гагу, и нужно что-то делать, чтобы изменить. Или это уже было невозможно сделать? Бойцам очень сложно. Очень сложно бойцам это почувствовать. Он не такой старый же. Он не такой старый, но еще есть такой момент, когда бойцы изнашиваются. Есть бойцы, которые износились в своих боях.